Итак, вам захотелось жить красиво и вольготно. Красиво и вольготно жить на одну зарплату, это невозможно. Это еще Остап Бендер сказал. Что делать? Идти на комбинат работать? Тоже вариант. Только надо быть очень крутым специалистом, чтобы вас годам к сорока так оценили и поставили на контракт. Если же не получится, то, извините, зарплата там не очень высокая. А с учетом цен на все, включая недвижимость, продукты, питание, то средняя зарплата у нас должна быть, по крайней мере, как в Соединенных Штатах Америки. Сумму вам озвучить? Озвучим. 3-4 тысячи долларов. Это так. Как минимум. Стало грустно? Да нет, не надо грустить, надо головой соображать. И организовывать свой собственный бизнес. Потому что даже президент и старый, ныне глава правительства, и президент новый оказывают, ну, по крайней мере, пытаются оказать всяческую поддержку. А теперь для бизнесменов и от бизнесмена такая информация. Любой бизнес невозможен без долгов. Ну, к сожалению, рано или поздно вам необходимы оборотные средства или еще что-то. Что делать? Идти брать под сумасшедшие проценты или идти в банк? И в какой банк? Ну, давайте послушаем мнение сотрудников Мечо-банка. Прежде чем начать разговор о поддержке малого бизнеса, давайте немного разберемся в сути происходящего. А Россия, так страна, в которой жить комфортно и сыто, тут пока еще нереально. И все это прекрасно понимают. И иллюзиями на этот счет себя никто не тешит. Магнитогорск при всем видимом благополучии таковым, по сути, не является. Потому как цены у нас еще те, а реальные доходы, с которыми можно жить, совсем не те. И вот вопрос. Работать на дядю или на себя? Работа на дядю имеет исключительное удобство. Иллюзорная стабильность и надо учитывать главный дядин принцип. Чем больше дяди или чем больше их надувает, тем больше они становятся похожи на слонов, которые ни за что не платят. То есть принцип «нам все должны, потому как мы такие великие» – это у нас еще совка остался. И первое предупреждение малому бизнесу – не связываться с такими. Они, как правило, имеют шикарную приемную и при этом имеют привычку не платить по счетам и в срок. Теперь разобьем иллюзии по поводу того, что кто-то работает, а кто-то торгует. В развитых странах в сфере торговли, то есть услуг, работает до 75% населения. В Магнитогорске торгуют 90%. Причем главный продавец и наполнитель бюджета – это любимый комбинат. Так что на слово «торгаш» вам обращать внимание и не нужно. Я, допустим, прекрасно осознаю историческую особенность журналистики, как второй древнейший. И ничего, работаю. В основном для всех. Вот и ваш бизнес лучше ориентировать на всех. Потому как любая река, и финансовая в особенности, без ручейков подпитки иссякнет. Что особо очевидно тем перепродавцам, коих отстегивают и правильно делают. Хозяин должен быть один. Теперь третий и реально жесткий вопрос – аренды. Да, эра ларьков и торговли неуклонно катится к своему закату. Да, тезис руководства и города, и комбината о цивилизованности и улиц и торговли реализуется. И да, первых этажей уже не хватает. И магазины пилятся по отделам, чтобы получить хоть какую-то выгоду. Поэтому свобода выбора есть. И ее будет еще больше, как только Россия войдет в ВТО. И к нам приедет, к примеру, американская сеть Walmart. Или теперь уже британская Migros. Но и там, и здесь, между брендовыми магазинами и у нас в Магнитогорске. Взять, к примеру, Jazz Mall или Тройка. Где за вменяемую сумму вы можете торговать своим эксклюзивом. И это только торговля, а есть и производство. И вот теперь поговорим о том, где денег-то взять. Наша программа поддержки малого бизнеса, она сориентирована на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы не менее чем 6 месяцев назад. И также не менее этого срока осуществляет фактически свою деятельность. То есть наша программа, к сожалению, не рассчитана на тех, кто начинает свой бизнес с нуля. Ну, скажем так, это условия практически всех банков. Потому что стартовый бизнес, мало кто рискнет кредитовать. Что касаемо пакета документов, предоставляемых, я бы сказала, что он минимален. То есть большинство документов, они есть у каждого заемщика на руках. Предприниматели сдают декларации ежеквартальную налоговую инспекцию. Юридические лица предоставляют баланс. Также все хозяйствующие субъекты, они осуществляют свою деятельность, как правило, на основании каких-то договоров. То есть они заключают договоры аренды, договоры поставки, что может их неким образом характеризовать их деятельность. Естественно, это уставные документы. То есть документы, на основании которых юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность. То есть для юридического лица это устав, учредительный договор, для индивидуального предпринимателя свидетельство о регистрации в качестве ИП, свидетельство о постановке на учет, ну и все остальные документы, которые мы выдаются при регистрации. И также мы требуем документы по обеспечению кредита. И здесь сразу хочу отметить, что кредиты у нас могут предоставляться как под обеспечение в виде залога, так же и под поручительство. Соответственно, если в обеспечении идет залог, то это документы по залогу. Если обеспечением является поручительство, то это документы по поручителю. Его справочка о зарплате, его паспорт, его анкета. Так что, в принципе, пакет документов вполне реальный, вполне подъемный. Порой и часто слово залог смущает. Вот отдай все под залог и что. А мы, допустим, купили технику и заложили ее. Но могу ли я ей пользоваться? Конечно. Залог – это не заклад. То есть вы полностью распоряжаетесь тем имуществом, которое вам принадлежит. Просто заключается договор залога, из которого следует, что в случае невозврата кредита, банк имеет право обратить взыскание на это имущество с той целью, чтобы погасить задолженность вашу перед банком и какие-то личные свои издержки. А денежки, а объем денежков. Вот для того, чтобы хороший бизнес поставить, я думаю, ну миллиончиков-то хватит. Ну, в смысле, раскрутить дальше свой бизнес. Может быть, там выкупить торговую площадь, заплатить за аренду на 2-3 года вперед, чтобы не попадать на соответствующую аренду. Вот про эти суммы интересные. Ну, здесь я хочу вас обрадовать. Очень часто банки требуют такое условие, что, допустим, кредит нужен миллион, а залога на 2 миллиона. Здесь мы хотим вас приятно удивить. То есть мы можем предоставить кредит, обеспеченный частично. Минимальный порог обеспечения – это 50%. То есть вы можете на 50% предоставить залога, а кредит получить в два раза больше. То есть я считаю, что это достаточно привлекательный будет такой момент для тех, кто хотел бы воспользоваться кредитом именно под залог. Итак, то, что было немыслимо 10 лет назад без богатого дяди, возможно реализовать с помощью богатых банков, имеющих солидную репутацию. Ведь Мечелл Банк устоял и в постдефолтовское время. И зная и персонал, и те организации, которые с ним работают. А для этого достаточно только подняться на второй этаж головного офиса, что на Ленина 160, и увидя клиентов, можно спокойно довериться этой финансовой структуре. Конечно, сейчас, когда рынок банковских услуг насыщается банками ниоткуда и звать их никак, сложно ориентироваться. Но мы для себя выбрали те, и поверьте, их будет немного, потому как рисковать собственной репутацией за пусть и большие, но кратковременные деньги мы не намерены. Теперь и еще дельные советы. Чем заниматься и где деньги на первые полгода взять? Ну, потому что без пакета документов, среди которых должен быть отсчет за последние два квартала с уплаченным налогом, вам, конечно, кредит никто не даст. Это совсем просто. Берем кредит на прошлую зарплату или зарплату своей второй половины методом экспресс-кредитования, доступным здесь же. Да, полгода придется не сладко. Да, угорите на кассу и прочие траты времени. Но зато после этого, в зависимости от фантазии и от ваших собственных планов развития бизнеса, кредитуетесь в Мечелбанке. Ну и теперь и опять, и снова на те же грабли. Дело в том, что люди частенько попадают на скрытые комиссии. Что касается Мечелбанка? Здесь все выплаты, которые предстоят клиенту, мы оговариваем заранее. И еще что хотелось бы отметить. Очень многие банки устанавливают либо мораторий на досрочное погашение кредита, либо при желании клиента досрочно погасить кредит взимают за это комиссии. И здесь я вам могу со стопроцентной уверенностью заявить, что таких условий у нас нет. И если клиент желает погасить досрочно кредит, он уплачивает проценты только за фактический срок пользования кредитом. То есть, что фактически он должен банку, вот это он и платит. Никаких дополнительных комиссий здесь не будет. И в завершении поговорим пока о способах реализации мечты несбыточной. Длинные деньги под низкие проценты. Это пока нереально, но реально организовать после получения кредита от Мечелбанка еще одно предприятие. На жену, например. Торгующие расходными материалами. И работающие по упрощенной или по умененной схеме налогообложения. И тут решается 2 или 3 единые задачи. 1. Получение наличности на свои расходные материалы, как то еда повседневная. Трудоустройство ваших же пенсионеров, родителей, вам только спасибо они скажут. И конечно же возможность, в случае чего, на это предприятие перекредитоваться опять же в Мечелбанке. Ну а по прошествии определенного периода, вы можете еще и организовать свое собственное ЗАО или ООО. Заплатить налоги за полугодовую солидную зарплату себе как руководителю, или жене как главному бухгалтеру и взять здесь же опять кредит и подлиннее. На покупку джипа или оформить ипотеку на улучшение жилищных условий. Так что жить разумно в кредит, в условиях высоких темпов инфляции и отсутствии контроля за процентом дельты, наворачиваемой на ваш такой необходимый и хорошо расходящийся товар. Это очень выгодно. Кстати, выгодно работать с Мечелбанком, еще и потому, что он любит своих клиентов. И любовь эта выражается в конкретных услугах. И теперь самое интересное. Как всегда, деньги бывают нужны еще вчера. Сроки рассмотрения и выдачи кредита. Сроки рассмотрения достаточно сжатые. Единственное, что здесь хотелось бы отметить, что в первую очередь от самого клиента зависит, как скоро он получит кредит. То есть, естественно, чтобы получить кредит, он должен постараться собрать пакет документов как можно скорее, если это действительно в его интересах. Мы рассматриваем пакет документов в течение двух-трех дней после предоставления полного необходимого пакета документов. Итак, бизнесмен с Магнитогорска, бизнесмен с Верхнеуральска, бизнесмен с Нагайбакского района. Возможно ли к вам обращаться за помощью? Я хочу отметить, что сфера нашего обслуживания достаточно широка. То есть, это не только Магнитогорск и прилегающий к нам Агаповский район. Есть наши офисы в таких крупных городах Башкирии, как Сибай, Белорецк и Училы. И также все прилегающие к ним районы являются зоной нашего обслуживания. То есть, независимо от того, клиент прописан у нас, если, допустим, зарегистрирован, но если он ведет свой бизнес в одном из этих населенных пунктов, пожалуйста, мы можем также с ним поработать.